Приветствую вас! Обратите внимание на то, что вы не задаёте вопросы, непонятно, не совсем понятно, чего вы хотите от нас. Во-первых, депрессия является заболеванием, психическим заболеванием, которое нужно диагностировать и, соответственно, лечить. Вот, а если у вас диагноза нет, то депрессивное состояние имеет место, и тогда это не болеет. Для начала я бы рекомендовал вам, наверное, обратиться к врачу, врачу-психотерапевту, для того, чтобы он вам сказал, есть ли у вас депрессия, вот, или психиатр, либо психотерапевт медицинский. Вот. То вам сказали, есть ли у вас депрессия или нет, и, соответственно, дальше уже исходить из того, что вам скажут. Это первое. Второе. Ну, то, что вы говорите, что вот вы работаете с руководителем, который вас выучит, который считает, что самый ценный человек – это предприниматель, сложение относится к людям, интеллект, в которых ниже, вот. Знаете, это всё не случайно, да, потому что, ну, во-первых, интеллект бывает разный, и, как бы, математический интеллект, и гуманитарный интеллект измеряется аппаратом, вот. И, наверное, адекватно понять, насколько интеллект у человека высок, можно лишь, пройдя некоторое количество тестов на интеллект ДТО самых разных, и то это не будет показателем высокого или низкого интеллекта со света относительно. Лично я думаю, что из наиболее близких мне точек зрения, я думаю, что интеллект – это умение человека принимать решения быстро, быстро. Насколько быстро и адекватно человек принимает решения. Насколько быстро и адекватно он способен найти решения в какой-либо сложившейся ситуации. Вот. Именно это является интеллектом. А то, что у вас, например, нет логического мышления, у вас может быть образное или абстрактное. То есть, как бы, у всех людей разный тип мышления. То есть, видите, такое впечатление, что вы пытаетесь доказать определенному человеку, что вы что-то можете. И, с точки зрения психологии, это попытка доказать что-то родительской фигуре. Возможно, отца. Возможно, кому-то еще. Кому-то еще. Вот. То есть, вы видите, что руководитель одной из этих вам в некоторой степени поатической, пытается вас научить чему-то. Вы видите, что у вас не получается, но вы отказываетесь принимать свои ограничения. Вы отказываетесь принимать отсутствие у вас определенных способностей к тому или иному виду деятельности. И почему-то продолжаете, продолжаете снова это делать. Причем, делая это, вы меняете свое восприятие себя в худшую сторону. Ну, главное, это может быть только вот с необходимостью доказывать что-либо. И, как вы понимаете, здесь дело уже не в том, что вы работаете с человеком, что вы, там, выбираете себе, допустим, молодого человека как предпринимателя. Дело не в этом. Дело в том, для чего изначально вы вообще пришли на эту работу. Дело в том, почему вы позволили руководителю чему-то вас учить. Да, учиться чему-то это круто, учиться чему-то это безусловно здорово. Но, учеба, то есть, постижение чего-то нового не означает ведь, что вы должны изучить все, что, ну, дает учеба. В общем случае, получается, именно так. В общем случае, получается, что вы, вы считаете, что, если, если я учусь, вот, то я обязан, я обязан, то есть, вы, по большому счету, отрицаете наличие, индивидуального использования, ваших навыков, именно ваших навыков. И вы отрицаете, вот, возможность именно своего собственного использования их. Почему это происходит? Ну, это нужно выяснять. На мой взгляд, это, такая вот, одна из важных проблем, то, что вы себя изначально, уже придя на работу, обесценивали. Вот. Прям пытаются, опять же, что-то доказать. И все это, вот, следствие того, что вы пытаетесь что-то доказать. То есть, пытаетесь выполнить условия, которые вам поставили, какие-то, вот, ну, внешние обстоятельства, либо фигуры, либо обстоятельства. Вот. И в этой ситуации, конечно, не удивительно, что вы стали испытывать те эмоции негативные, которые стали, потому что, ну, вы пытаетесь не быть собой, вы пытаетесь быть кем-то, но только не собой, да. И вопрос заключается именно в этом. А, собственно говоря, почему я пытаюсь быть не собой, да. Почему я пытаюсь быть, там, условно говоря, не похожей на себя. Почему я пытаюсь быть кем-то другим. Вот. Ну, вот это вот, то, наверное, идея, на что вам нужно обратить. Обратить свое внимание, в первую очередь. И дальше, дальше из этого уже, наверное, исходить. Вот. Именно так. Именно так. Потому что, если вы пришли на работу, которая вам, знаете, ну, не то, что прямо не подходит, да, а то, что эта работа, она как бы не раскрывает полностью ваши способности, да, то, что эта работа не раскрывает полностью ваши возможности, то, что вы можете, то, что вы умеете, вот. Ну, на мой взгляд, не случайно. На мой взгляд, это совершенно не случайная, не случайная история, вот. На мой взгляд, на мой взгляд, по моему мнению. И, как бы, у этого есть вот свои причины, собственно говоря. И, мне кажется, кажется, что наша задача, как психологов, как-то помочь вам в этом, помочь вам определить, как бы вы оказались во всей этой ситуации. Вот. Чтобы и показать, что вы оказались в ней не случайно. Вот. Значит. А больше, не случайно, моя жизнь занимает работу. Пешите, ну, тоже не случайно, что у вас интерес, именно только работа. Вот работа, да, строй за деньги. А цель у вас, как и ориентирую вас, как и ваши собственные. Может быть, их и не было никогда. Я работаю с руководителем, который считает, что самый лучший тип человека это предпринимательный. Это стереотип. И, опять же, у вас есть основания с этим стереотипом. Соглашаться почему-то, да. То есть у вас есть проблема личных границ. То есть отделение себя и другого человека, человека в контексте определенного типа этого человека. В то же время он очень уважительно относится к людям, чей интеллект ниже. Почему вы считаете, что у других людей ниже интеллект? Вот этот. Вот ваши знания об интеллекте, они откуда. Он знал именно такой, всячески пытается из меня вырастить такого же руководителя. Зачем? Мне такое начало льстить. Чем? Ну, я вижу, что у меня не получается быть такой же. Предпринимательно, нам надо родиться, чтобы быть руководителем. Надо иметь хорошие организаторские способности и стратегическое мышление. Да нет, не надо раздаться. Вопрос, нравится вам это или нет? Очевидно, что вам это не нравится. Нравилось бы, могли бы. У меня нет высокого логического мышления. Далеко не у всех предпринимателей есть логическое мышление. Это достаточно скромное. То бишь, испытывайте стыд. Что бишь, обесценивайте себя. Вы, вот вам причины. Скромность. Скромность это подавление, обесценивание, принижение себя. Мне очень тяжело нести огромный уровень ответственности, которым нельзя руководить. Ну, опять же, а почему вы на себя взвалили этот огромный уровень ответственности? Чтобы что? Более... Но я более трех лет, пять дней в неделю, находясь непосредственно в контакте с руководителем, не особенно перенял его взгляд. Нужно мне отделять его взгляды и ваши. Это первое. Второе. За три года. Почему у вас не было отпуска? Козрация пытается обеспечить себя, как кто с вами предприниматель. Ну, то есть вы его идеализировали, опять же. А идеализация связана с определенными желаниями. Вот с какими желаниями, нужно разбираться. Конечно же, у меня это не получается. Козрация не у себя, и моя сумма только падает все ниже ниже. А за что вы себя винить? Вот давайте поподробнее. За что конкретно вы себя винить? За что такого? За что себя следует винить? По вашему мнению? А варианты вылаза пока не рассматриваю. Ну и правильно, правильно, это бег от проблем. Проблемы нужно решать. С одной стороны, я благодарен ему за то, что он растит меня и учит, как строится бизнес, это тоже ценный опыт. С другой стороны, я вижу, как ломается моя психика, и теперь это стало влиять еще и на мою личную жизнь. А цель у вас какая? Ориентируй вас на этом у вас какой? Я не замужем оказывал. Планы рассматриваю теперь именно к точке времени предпринимательства, то есть для меня руководитель стал идеалом, который я теперь еще в жизни. Ну, опять же, идеализация. Какое значение для вас имеет замужем? Какие ценности для вас имеют значение? Это стало теперь для меня головной проблемой, так как мои эмоциональные цены на нуле, из-за чего я замедлю в себе, по причине чего. У меня нет подруг, как всегда так было, или только сейчас. Давайте тоже, это проблемы с коммуникацией, которые могут происходить из вашей скромности, это тоже нужно разбирать. Самое главное, нет энергии на изменение в своей жизни. Энергия на что-то тратится в ваше. Я не понимаю себя, не слышу, боюсь ошибиться. Так, где-то работать с эмоциональным интеллектом, в первую очередь, нужно. Сразу так хочется всегда соответствовать построенному идеалу в голове. Ну, идеалу на чем-то выстраивался, да, у него уже была почва. Да и хочется вам соответствовать идеалу, тоже не просто так. Ошибаюсь и поступаю. Мне как предприниматель учебства себя просто не удалось на сцену. Но это оценка. Это оценка с точки зрения чего-то или кого-то. Вот это тоже нужно разбирать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего доброго и удачи.